Псс, парень, колонии сбоку не желаешь. А чё он так бегает? Головой стены ломает. Это работа головой. А чё, головой так работают? Как понял, так и работает. Головой надо думать. Головой едят и шапку носят. Серьёзно, что ли? Мазафака, камон, йоу. Он чё, постригся? По-моему, губы накрасил. Он ботокс вколол. А чё такое ботокс? Укол в мозг. Надо себе тоже вколоть. ОКСИГЕН НОТ ИНКЛЮДД Здравствуйте. Мы продолжаем превозмогать на максимальной сложности в игре Oxygen Not Included. У нас есть немного воды, которую нужно спустить вот сюда вниз, наверное. Есть несколько гейзеров. Гейзер природного газа, неизвестный гейзер. Так, здесь у нас, скорее всего, появился гейзер воды, потому что тут кусочек воды имеется. И здесь непонятно что. Наверное, холодный биом. Ну, или может быть ещё один гейзер, потому что они заморозку в себе имеют. И вот в этом месте нужно будет провести разведку оперативно. Так, здесь у нас имеется закрытое помещение. Я бы тут хотел всё вот это пособирать. Кислород, который тут имеется, загрязнённый, его нужно будет очистить. Но всё же основное, чем бы я хотел изначально заняться, это вот здесь слева, вот в этом месте, перестроить наши туалеты и сделать очистку для туалетов. То есть сделать туалет замкнутого цикла. Но здесь есть проблема. Тут есть зелёное вот это вот заражение. И прежде чем что-то строить здесь, вот эту всю зелёную гадость нужно куда-то ликвидировать. План такой. Я здесь вырую вот примерно вот так вот котлован и всё это вниз туда срою. В котловане будет вот эта жёлтая загрязнённая вода. И зелёнка у нас не будет источать всякую гадость. Но параллельно я буду делать всё остальное. То есть, например, вот здесь вот это нужно выкопать. Вода у нас слилась потихонечку. Так, далее. Тут я хотел бы установить немного грядок, потому что я бы хотел взять ещё одного дупликанта. Для дупликанта нужно построить ещё дополнительную еду, потому что иначе, по идее, я просяду. Поэтому продолжаем здесь немножко грядки делать и сразу же готовим комнату для дупликанта. Пока что это будет временная комната, у нас готово исследование. И у нас остался всего один шаг для того, чтобы получить очистку воздуха. То есть весь загрязнённый кислород можно будет убрать. Здесь, естественно, разбираем. В общем, тут будет временная комната. Потом я это всё перестрою, я надеюсь. И в конце прошлой серии у нас наш шоколадный друг немножко заболел. У него пищевое отравление, и он может немножко тут зарыгать всё. Поэтому предотвратим протекание. Так, здесь у нас практически всё уже готово. Продолжаем застраивать. Ставим в начале проект. Здесь будет покрытие. И ещё три фермы. Здесь у меня будут расти щетинистые ягодки. На центральном блоке будет лампочка. И подкопаем немножко остаток. Жрать охота капец. Давай едой меняться. С рыжим меняйся. Сам с ним меняйся. А я посплю за тебя. За себя я сам посплю. Ты же ходишь во сне. Это шоколадный ходит во сне. За себя я сам посплю. Ты чё, уснул уже? А я говорил, что он лунатик. Отто, лунатик. Может силу земли ему? А чё всё ему-то? Да на пол кактуса тока. Может шоколадному силу? Тому я с радостью сделаю. Он тоже лунатик. А когда он придёт? В полнолуние. Полуночная сила. Ночью эффект лучше. Уже руки чешутся не могу. А вот и шоколадный. Кто здесь? Блин, ты спугнул его. Ну щетинистые ягодки, как известно, требуют освещения. Так что ставим лампу. И сейчас её нужно будет подключить кабелем. Также они будут требовать, конечно, воду. Вот так кабель протянем отсюда, вдоль лестницы и прямо к лампушке. Воду будут носить туда пока что руками. Но чуть позже можно будет построить нормальные грядки. Обязательно нужно доделать комнату. Поставим дверь, поставим сюда блок, чтобы воздух туда проходил. Обязательно кровать. И нужно сразу же заказать обеденный стол, чтобы дупликанту было где есть. И останется немножко подождать, пока он в биопринтере появится, для того, чтобы его можно было выбрать. Надеюсь, там будет не что-то плохое. Здесь слева начинаем всё раскапывать потихонечку. Выкапываем сначала одну линию, затем назначая вторую. И нужно обязательно смотреть, чтобы зелёнка у нас лишний раз не попала. Я не хочу получать заражение. Блоки сами по себе угрозы не несут. Зато вот если я выкопаю слизь случайно, я не замечу, и она начнёт источать загрязнённый кислород с зелёнкой. Но это будет печально. Так, здесь можно сразу посадить щетинистую ягодку, как я уже сказал. Установим приоритет повыше и скопируем. Так, и скопируем на все остальные грядки. Окей, грядка готова. И выберем дупликанта. Так, у нас здесь есть брат Ашана. Он выглядит точно так же, только шоколадного цвета. Так что давай, брат Ашана. Добро пожаловать в колонию. Заходите, располагайтесь. Сразу же ему нужно назначить стол и кровать. Так, назначаем стол. А, ну кровать у нас автоматически назначилась. Это гуд, меньше мороки. Следующее, нужно назначить ему должность. Должность у него будет... Так, кого бы тебя назначить? Давайте его для начала назначим... Нет, носильщика я не хочу. Давайте, пускай будет строителем. Сейчас мне достаточно много нужно будет строить. Так что давай, добро пожаловать в строители. Здесь, снизу у нас есть небольшой кусок зеленки. Я сейчас это все аккуратно по одному раскопаю. Зелень упадет в воду и не будет истощать гадость. Так, мне необходимо разобрать колонку, переставить вниз. И у нас готова технология, наконец-то. Сейчас мы сможем ставить очиститель воздуха. Так, вот, собственно, наш освежитель готов. Следующая технология, которую я хотел бы исследовать, это теплоизоляционные трубы. Так же мне нужна будет очистка воды. Хотя давайте ее. Тут, в принципе, не важно, что будет труба или очистка. В любом случае, обе две технологии, они нужны для туалетов. Так, и нашу качалку поставим... Ну, давайте вот сюда вниз, наверное, чтобы проще им таскать было. И приоритет повысим. Ну, здесь блок можно поставить сюда вот, чтобы он тут не мешался. А то что там, дыра. Совершенно не нужная. Здесь, слева, первый этап раскопок у нас проведен. Теперь можно раскапываться чуть ниже и выкапывать наш будущий бассейн. Так, назначим сюда, сюда. Главное не раскопать зеленку, как я уже говорил. Мне неохота с ней сейчас возиться в данный момент. Ну, и здесь тоже можно раскопать. В общем, дуплы раскопают. Чуть позже, чуть позже там можно будет обустроить бассейн. Теперь очистка воздуха. Поставим сюда, поставим, наверное, вот сюда вот. Нужно поочищать весь загрязненный кислород здесь. Давайте сюда накинем. Тут обязательно нужно два поставить, потому что справа сейчас хочу раскопаться. А здесь снизу, ну, тут явно уже гейзер, потому что вода в просто так, в естественном виде, в биомах, она не бывает. То есть, либо там соприкосновение холодного и горячего биомов, что вряд ли. Так что сейчас проведем разведку и посмотрим, что там за гейзер у нас и из какой периодичности он работает. Я на 100% уверен, что там гейзер. Поэтому, так, с лестницу проводим. Здесь у нас, кстати, еще водоросли есть, поэтому как раз до них, наверное, вот. Ну, давайте вот досюда где-то доведем, наверное. Такс. И сразу же прокопаем примерно таким образом, чтобы у нас тут шахта получилась. Здесь уже можно выстраивать некую концепцию нашего бассейна будущего. Примерно такими закорюками это будет выглядеть. Так, это лишнее уберем. И как только будут достроены стены и основания для нашего бассейна, можно будет начать скапывать жижу зеленую сверху вниз. И я чуть позже еще здесь отрежу лестницу, чтобы дуплы не могли эту зеленку забрать. Здесь все готово к тому, чтобы раскопаться. Такс, смотрим, чтобы не было зелени, опять же. Слизь эту нужно будет вниз окунуть в воду. Здесь точно так же раскапываем. И, наверное, нужно поставить несколько лестниц сюда, сюда. Ну, давайте сюда и сюда, чтобы можно было все аккуратно раскопать. Шоколадный друг у нас совсем плохой. Начал тут роганиной заниматься. Ну, роганина никуда не утечет, потому что я своевременно здесь все это заблокировал. Ее сейчас немножко заподметем. И я хотел бы посмотреть, что тут снизу. Ну, здесь уже очевидно, что тут гейзер торчит, кусок. Собственно, как я... Да, и нейтрониум снизу есть. Все, в общем, у нас тут четыре гейзера рядом. Второй, третий и справа водяной еще. У нас готово исследование. Это очень хорошо. Так, по поводу... Пиши отсюда. По поводу, значит, науки. Сейчас уже открываем изолированную трубу, чтобы можно было распределять туалеты. Опять начал он у нас рыгать. Сделаем следующий трюк. Ход конем называется. Как только начинает рыгать, мы его просто в сторону смещаем. Так, и повторим операцию несколько раз. Я его сейчас отведу вот сюда вот в бассейн наш, загрязненный. Пускай он там рыгает, сколько влезет. Неплохая такая тема. Точно так же можно всех психанувших туда направлять. Они будут рыгать прямо там, где надо. Без загрязнения. Ну, вот, собственно, видим, что он делает. Он там из себя извлек всякое. Из передней дырки. Ну, а гадость эту в туалете нужно немножко подмести. Так, все готово для того, чтобы начать раскопки. В общем, скапываем это все. И вода у нас сейчас желтая вот сюда вот вниз опустится. И, как видим, лестницу я здесь тоже подкопал. То есть сейчас сверху они никакой материал не смогут достать. Материал, который лежит на дне, его будет не достать. Здесь точно так же делаем разметку. Жижа желтая утекла. Это раскапываем. И у нас практически готов бассейн. Сейчас тут надо будет поставить дверцу. Так. И продолжить заниматься раскопками. Дверца готова. И у нас есть возможность достать кое-что из биоприндера. Дуплы мне не нужны. Яйцо тоже. Давайте возьмем оксилит. Будет дополнительный кислород. Так что добро пожаловать в колонию в воздух. Точнее кислород. И у нас готова технология с теплоизолированной трубой. Теплоизолированная труба, напомню, мне нужна, чтобы строить туалет. Так, следующая технология, которую я бы хотел исследовать. Давайте, наверное, сначала кислород сделаем. И потом парочку остальных. Здесь, для того, чтобы окончательно убедиться, я, наверное, назначу вот так вот раскопку сюда вправо. Они сюда прокопают. Да, зеленку не задеваем. Замечательно. Они прокопают, и я посмотрю, убеждусь. Буду убежден, что там у нас гейзер, который источает воду. Ну, собственно, вот, докопали. Вот у нас паровой гейзер. Ну, он не воду, он пар источает. Пар у нас будет конденсироваться за счет передачи тепла в окружающий биом. Так, давайте-ка выберем технологию. Что-то у нас тут технология не исследуется, это плохо. Технология. Сейчас мне нужна защита. Но для начала... Для начала я, наверное, вот сюда, вот в энергетику пойду. Одна энергетика позволит утилизировать водород. Так, здесь доделываем. Ставим лестницу одну сюда. Вторую лестницу вот сюда левее, наверное. Да, это сойдет. И как только они будут эти лестницы прокапывать, я буду по одному блоку раскапывать зеленую гадость вот эту вот на потолке, чтобы она падала вниз в воду. Брат, сидеть. А я говорил, что он не тупой. А каска есть, позвонить. Да хорошего пугать. Я же прикалываюсь, вы чё? Зе каска, йоу. Чё ты сказал? Чё ты сказал, йоу. Ты чё, попугай? Попугай, йоу. Да он по-русски не понимает. Нафига нам второй-то такой? Утром разберемся. В нижней части комнаты я установил опостушитель бутылок. Соответственно, верхний можно разобрать. Нам же надо куда-то сливать бутылки с загрязненной водой. Так, эту дверь мы открываем. И сверху, сверху сейчас нужно, наверное, будет поставить еще одну дверь. Так, берем два блока. Сюда-сюда. Копируем дверь. Все, примерно так это все получится. Немножко это ускорим. И тем временем у нас готова еще одна технология. Замечательно. Технологии просто прут. Выберем следующую. Так, это у нас был готов водородный генератор. Следующая пойдет, генератор на природном газе. Так что его ставим. С энергетикой нужно будет обеспокоиться. Здесь, как все готово, все раскопано, ставим пол. Тут тоже разбираем. То есть грязь сверху зеленую мы все опустили. Она сейчас вся в воде. И чадить она не будет гадостью всякой. Сверху, вот здесь, в верхней половине комнаты, у меня будет стоять очиститель воды для туалетов. Вот комната практически готова. И готова технология. Технология, которая нам даст генератор на природном газе. Следующая цепочка технологий, которая мне нужна. Так, цепочка. Мне так-то нужна защита от окружающей среды, то есть костюмы. И охладитель воды. Водяной охладитель. Его тоже нужно будет изобрести. Но пока что давайте займемся тем, чем мы хотели заниматься в этой серии. То есть сделать туалеты душевые. Так, очиститель. Будет стоять здесь. Тут у нас стандартный проход вертикальный в три клетки. Далее. Далее можно расставить раковины. Раз, два, три. Точно так же, как у нас стандартные. Так, блоки, чтобы кислород шел первый, второй. Далее ставим кабинки. Ну, они тут уборные. Раз, два, три. И сейчас нужно будет их соединить трубами. Соединяю все это теплоизолированными трубами. И вот этими мостами. Раз, два, три. Сюда. Выход точно так же. Первый, второй, третий. Ну и на раковины сюда же ставим выходы. Почему теплоизолированные трубы? Они внезапно не источают температуру. Вода, когда грязная, очищается в чистую воду. Она сохраняет бактерии, но при этом она выходит в 40 градусов температура. И чтобы не нагревать помещение вокруг. Так, это все соединяем. Вот, чтобы не нагревать помещение вокруг, я это все делаю теплоизоляцией. Мосты трубопроводные, они тепло не отдают. То есть они сами как теплоизолятор выступают. Но при этом они дают приоритет движения жидкости. И не замедляют ее. Ну, собственно, вот у нас хозяйство наше готово. Ставим сюда слив. Примерно таким образом работает закольцованная система очистки в туалетах. Так, тут у нас открыто. Давайте-ка Ашанчика направим сюда в сторону. Пускай пойдет уму-разуму научиться. Давай, давай. Мужчина, ты сможешь. Настало твое время, Ашан. И... Ему, наверное, хорошо сейчас. Итак, выбираем специализацию. Пускай его там научат чему-нибудь. И смотрим, что у нас тут выдало. Да, не самое лучшее, что могло попасть в восстановление здоровья. Нафиг оно ему нужно, не знаю. Лучше бы дышал меньше, например. И насчет дыхания. Кислород плохо проходит у нас между нашими блоками. Так что давайте-ка вот так вот сделаем. Ну и останется дождаться, пока наши чудесные умы не достроят все эти наши туалетные кабины. Мойки, раковины и все остальное. И обязательно сейчас нужно будет подключить сюда воду чистую. Вода чистая идет только для начала, чтобы просто запитать какой-то кусок трубы водой. Дальше все это пойдет по циклу, и она сама себя будет водой обеспечивать. Обязательно подключаем очиститель наш к электроэнергии. И будущий насос точно так же к электроэнергии. Ну с кислородом стало около дела. И у нас готова технология. Технологии продолжают изучаться. Я, естественно, все на монтаже подрезаю. Так, это у нас готов охладитель воды. И я пока что ничего изучать не буду. Нужно, конечно, может быть и вот это вот изучить. И обязательно нужно изучить защиту от окружающей среды, чтобы у меня были костюмы. Но это попозже. Как мы видим, пошла у нас закольцованная работа. То есть вот, вода очищается, и весь избыток сливается туда вниз, в левый бассейн. Вполне все схема работы. Остатки тут разберем. Все, можем считать то, что душевая у нас готова. Точнее не душевая, а туалет. Душевую сейчас будем строить сверху, поэтому сносим. В том числе и вот эти все туалеты и раковины. Так. Разберут, я там поставлю душевые кабинки и подключу их. Здесь справа можно потихоньку уже вот это все место отделять. Я бы сейчас хотел прокопаться слегка вверх. Для того, чтобы, ну в целом, чтобы освоить вот эти верхние места. Поэтому это все раскапываем. Строим сюда вверх лестницу. Здесь слева тоже можно лестницу поставить. У меня не очень много осталось водорослей. Водоросли нужно подкопать. Так, делаем обязательно шахту. И все вот эти водоросли отсюда скапываем. Мы таким образом легко увеличим. Точнее, чуть-чуть увеличим наш потенциал по кислороду. Ну и естественно раскопаем все вот это вот место. Которое нам сейчас пригодится для того, чтобы строить жилые комнаты. Душевые. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Располагают точно так же над туалетами и мойками. И все это подключаем точно таким же способом. Проводим теплоизолированные трубы. Подключаем мосты. Труба снизу вверх пойдет с чистой водой. Сверху у нас выходит загрязненная. Душевые заливаются сюда через мост. И душевые сами подключаем через мосты. И соединяем мосты трубами с самой душевой. Все, вот такая схема. Оно все очень легко проектируется. Кому интересно, можете на паузе посмотреть. Здесь снизу все это тоже начинаем раскатывать. И базу приводим в более-менее человеческое состояние. Еще один момент, про который я совершенно забыл. Нужно отделить вот этот наш костяк базы от внешней среды теплоизоляции. Потому что в данный момент, вот здесь слева сверху, температура немножко повыше. Я бы не хотел, чтобы база у меня нагревалась лишний раз. Поэтому везде, где можно поставить теплоизоляцию, я, собственно, ее размечаю. Новенький не переживает? Ты о чем? Но вдруг ему сила не понравилась. С чего это вдруг? Кстати, да. Вышел он довольный. А что такой бледный? Зато смотри, какой резвый. Так это он жрать хочет. Его еще и кормить надо. Развели дармоедов. А может его строить заставим? Точно. Пусть нам новый дом строит. Вот, построит и накормим его. Итак, готовы у нас душевые. Собственно, вот схема. Видно, что все у нас прекрасно работает. Снимаем с паузы и наблюдаем. Грязная вода поехала. Поехала в очиститель. Через очиститель она у нас заходит в нашу систему. И весь остаток, весь излишек, точнее, сливается. Все. Схема сейчас будет работать закольцована. И мы будем копить немножко, по чуть-чуть. Но копить зараженную грязную воду. Далее ее можно будет использовать на наши какие-то технические нужды. Или очистить, или что-то еще. Но это после. Так, здесь нужно немножко подкопаться в водоросли. Потому что я бы хотел еще чуть-чуть увеличить запасы по водорослям. Потому что кислород потихонечку расходуется. И здесь справа, где мозги Ашан отправляли, нужно поставить лестницу и слить вот эти вот верхние резервуары вниз. Может быть прокопаться как-то до холодного биома. Я еще не знаю. Это посмотрим в процессе исследования нашего. Так, по температурке. Ну, здесь все замечательно. Пар конденсируется в окружающую среду. Теплообмен идет. Здесь гейзер тоже нужно будет забрать. И начинаем потихонечку делать наши жилые массивы. Так, технология. Можно уже приступать к изучению экзокостюмов. Иначе просто неудобно будет осваивать горячий гейзер и делать там какое-то охлаждение адекватное. Но пока там все исследуется, мне здесь нужно поставить наши жилые какие-то массивы. Так, давайте-ка сюда. Здесь точно так же. В общем, все нужно скопировать и сделать одинаково. У меня в плане здесь сделать 9 комнат. Комнаты все будут одинаковые. Поэтому просто делаем то же самое, что у нас уже сделано. Делаем разметку. Так, дверь слева сюда. Второй этаж готов. И осталось третий этаж сделать по точно такому же принципу. Делаем потолок, расставляем двери, делаем вентиляцию и размечаем комнаты. Замечательно. Можно назначить индивидуальное жилье. Так, сюда переселяем госман. Кровать можно удалить. Здесь у нас диван Менделеевич. Мы точно так же его поселим наверх и эту кровать точно так же удалим. Здесь можно уже начинать раскапывать, потому что лестница готова. Единственное, что нужно убедиться, что нет зеленки. И далее разметить лестницы, чтобы добраться до верхней желтой воды. Брат Ашана, ты что издеваешься надо мной? Как ты здесь оказался вообще? Ну я не понимаю. Как вы лодку назовете? Больная спина у брата Ашана. Молодец, еще я боссался. Это просто великолепно. Сейчас вся гадость полетела вниз. Блин, Ашан, вот иди спасай теперь своего братишку. Я не знаю. Молодец вообще. Как можно там было оказаться? Я не знаю. Вот это... Ладно, здесь лестницу строим. Пришлось немножко подразобрать блок. Сейчас это они затерут и все обратно соберем, как было. Потому что там у нас все-таки погрибок с едой. Итак, колония у нас немножко разрослась. Здесь мы открыли паровой гейзер. Паровой гейзер у нас имеет примерно вот такие вот характеристики. Кому интересно, можете посчитать, сколько он будет. Здесь у нас холодный объем, в него нужно будет пробраться. Желтую воду мы сольем попозже сюда, чтобы у нас был небольшой запас. Далее я потом куда-нибудь откачаю какой-то резервуар. Но пускай пока что здесь находится. По поводу резервуара и где он будет находиться, я подумаю чуть позже. Потому что здесь пока что у меня мыслей на этот счет нет, да я и не думал. Так, насчет кислорода. Ну, здесь все около дела, за исключением, наверное, углекислого газа, который скопился в центре базы. Надо, наверное, что-то с этим сейчас будет придумать. Я думаю, надо поставить решетки. Так, одну, вторую, третью. Так, что-то тут кривовастенько. Четвертую, пятую, шестую. Это убираем. Ну и поднимем приоритет, чтобы побыстрее построили. Тогда у нас весь углекислый газ спустится вниз. Все, в общем, пошел у нас обмен газов. Углекислого и кислорода. Кислород поднимается вверх, углекислый вниз. Замечательно. По поводу того, что здесь. Гадость мы все это скинули. Души у нас работают. Температурка, правда, не очень. Ну, а загрязнение. Зеленка потихонечку умирает в желтой воде. А желтая вода пускай здесь пока копится с микробами. Здесь зеленка нас особо не интересует. Здесь мы ее вроде как обошли. Ну и можно здесь назначить дырку прокопать уже. Это уже скорее задел на будущее. Это я буду уже, наверное, в следующей серии. Так, и биопринтер. Биопринтер мне предлагает рыбу. Дупликантов я брать не хочу, так что давайте достаем рыбу. В крайнем случае, можно будет эту рыбу забить как-то на мясо и немножко съесть. А чешуя вкусная. Чешуя. Это сила воды. Сила воды. Но земля сильнее. Сила воды. Отстой. Продолжение следует. Продолжение следует.